Сборная Россия Лебедев заявил, видимо на эмоциях, что Акинфееву не место в сборной, два пропущенных мяча это его ляпы. Лебедев еще после Евро 2016 года предлагал искать ему замену. Также он предложил в раздевалке дать в морду Жиркову. И это вызвало очень бурную реакцию и дискуссию. Сам же голкипер и капитан сборной России Игорь Акинфеев заявил, что готов к критике после своей ошибки. А главный тренер Черчесов заявил, что продолжит доверять Акинфееву. Он не стал взваливать ответственность на вратаря. А вот голкипер команды соперников сборной Мексики Гильермо Ачо и вовсе думает, что Акинфеев вратарь мирового уровня. Жирков же был удален за две желтые карточки в матче, заявив, что не имел злого умысла в моменте с получением второй за удар локтем. Также полузащитник взял частичную вину за поражение на себя. Лебедев спустя сутки от своих слов не отказывается и готов выступить на заседании РФС и объяснить их смысл. Не менее пикантный эпизод, который набирает обороты в инете, сделали на двоих Кокорин и Дзюба, разместивший в соцсети скрытое послание, на котором футболисты прикладывают руки к губе и изображают усы. Кому это адресовано, они не подписали, но уже ходят слухи по этому поводу и дорога в сборную для этих футболистов, по-видимому, закрыта. Сами же подопечные Черчесова выступили с обращением к болельщикам, поблагодарив их за огромную поддержку. Она нам очень помогла на протяжении всего турнира. Спасибо вам большое. Ну и за всеми матчами сборной наблюдал с трибун Александр Овечкин, который отметил достойную игру сборной России. Давайте болеть за нашу команду и верить в успех на чемпионате мира 2018 года, написал хоккеист. Смотрите также ролик под названием «Итоги группового этапа». Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно. Спасибо. Спасибо.